Франция может принять участие в послевоенном восстановлении Украины. С таким предложением перед депутатами парламента Французской Республики выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Пользуясь случаем, я призываю вас, господа депутаты, присоединиться к послевоенному восстановлению отдельных городов и регионов Украины. Есть уже положительный опыт партнерства с Киевской и Черниговской областями Украины в рамках президентской программы Патроната, поэтому надеюсь на вашу поддержку в этом вопросе». Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. 13 декабря во Франции прошла конференция солидарности с украинским народом. В ней приняли участие представители 48 стран и 26 международных организаций. Основная цель встречи – оказание украинскому народу неотложной поддержки с наступлением зимы. Сегодня главная цель российского наступления после военных поражений последних недель утопить украинцев в отчаянии. Речь идёт о неприемлемых атаках на гражданскую инфраструктуру, отключении воды и электричества, погружении населения во тьму и холод. И поэтому сегодня мы действуем, чтобы помочь украинцам сопротивляться. Кроме того, правительство Швеции сообщило, что страна выделит Украине дополнительные 55 миллионов евро на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства. «Мы предоставили гуманитарный зимний пакет всего пару недель назад. Но в дополнение к этому мы также предоставили ещё 55 миллионов евро от правительства Швеции, чтобы помочь Украине в восстановлении. Сейчас зима и война продолжается. Поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы облегчить условия жизни в Украине, а также помочь ей в борьбе с российскими оккупантами». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры и предоставить Украине необходимое оборудование для восстановления этих объектов. А также подчеркнул, что Украине необходим специальный постоянный механизм координации усилий, который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора. «Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставке электричества из стран ЕС в Украину. Мы нуждаемся в поддержке для закупки около 2 миллиардов кубометров газа. Другим практическим результатом этой конференции могла бы стать договорённость о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины». В ходе конференции председатель Европейской комиссии Урсула Фондер-Ляйен подтвердила выделение Украине в 2023 году 18 миллиардов евро. Также она отметила, что платформа восстановления Украины начнёт работу уже в следующем месяце и Европа выделит средства для покупки около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины. Мы все внимательно выслушали президента Зеленского, который обратился к международному сообществу по предоставлению 50 миллионов LED-ламп для украинских домов. Они важны, потому что они на 88% более энергоэффективны, чем старые лампочки. Это чрезвычайные энергосбережения. 50 миллионов LED-ламп, если их установят, сохранят до 1 гигаватта электроэнергии, что равно годовой работе одной АЭС. Урсула Фондер-Ляйен, председатель Европейской комиссии во время международной конференции «Солидарность с украинским народом в Париже». О восстановлении и помощи также говорил премьер-министр Чехии. Он отметил, что Чешская республика выделяет Украине финансовую помощь и оборудование для прохождения холодного периода на сумму около 8,5 миллионов евро. «Сейчас идёт зима, и поэтому мы уделяем внимание неотложным потребностям. Но будет ошибкой потерять из виду длительную стабилизацию, восстановление и реконструкцию. У нас большие вызовы, но мы не можем останавливаться и избавлять обороты. Часть Украины полностью разрушена. Теперь нам вместе предстоит её восстановить». Петер Фиала, премьер-министр Чехии во время международной конференции «Солидарность с украинским народом в Париже». По словам президента Украины, только для поверхностного восстановления объектов энергетической инфраструктуры требуется по меньшей мере полтора миллиарда евро. А по последним оценкам Всемирного банка, в целом потребности Украины на восстановление составляют 350 миллиардов долларов США. Юлия Биль для телеканала Freedom.